Делать, думать и говорить одно и то же, потому что это кратчайший путь к достижению цели, ну и девиз нашей программы. Вы смотрите Лобби Холл на Ветте, меня зовут Станислав Уланов. Сегодня мы обсуждаем бюджет региона, развитие территорий, объединительные процессы. В общем, темы сплошь глобальные, темой обусловлен гость депутат Законодательного собрания Пермского края от партии КПРФ Игорь Малых. Игорь Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Станислав. Не так давно на суд депутатов, но это уже после, так скажем, суда общественности, губернатор представил в своем бюджетном послании проект бюджета региона на ближайшую трехлетку. Вы член Комитета Законодательного собрания по бюджету, поэтому считаю вполне объективным, если мы начнем нашу беседу именно с этого, в общем-то, основополагающего вопроса. Давайте об общих впечатлениях вначале. Что скажете? Как вам проект бюджета? Всегда оцениваю бюджет Пермского края, всегда со связью с бюджетами наших районов, городских округов и так далее. То есть всех наших муниципалитетов. Потому что всегда говорю об одном. Муниципалитет на собственные деньги существовать он может, но развиваться, идти ногу со временем, это невозможно. Поэтому оценивать бюджет как какой-то отдельный документ очень сложно. Всегда его оцениваю так, как он относится к бюджетам наших городских округов, районов и так далее. В целом, я оцениваю, бюджет очень хороший. Почему? Потому что доходы сегодня у нас, будем говорить, зашкаливают. Относительно других территорий у нас прекрасный рост доходов. Соответственно, и рост расходов идет. И в расходах мы не ограничили, что именно в краевой центр или на какую-то одну отрасль. То есть все отрасли, по сути говоря, получили дополнительные ресурсы, которые в частности будут направлены на жизнь наших муниципалитетов. Ну вот что касается Краснокамска, которую вы представляете, давайте конкретизируем, какие выгоды по сравнению, может быть, с бюджетами предыдущих лет в данном случае территория имеет. Сегодня бюджет Краснокамского городского округа, конечно, получает дополнительные бонусы. Хочу сказать, что мы, наверное, одни из первых прошли объединительные процессы. Это тоже сыграло определенную роль. И, по сути говоря, все те напряжения, которые были в территории, они исчезли. На нас администрация губернатора, правительство в целом смотрит по-другому. Соответственно, услышали многие наши проблемы. Я хочу сказать, ну, наверное, впервые за последние много лет мы решили одну главную проблему – пристрой к восьмой школе. Потому что в восьмой школе уже буквально порядка 15 лет нет спортзала, нет серьезных кабинетов физики, химии и так далее. Сегодня мы увидели строку в бюджете, а это 140 миллионов на строительство пристроя. Я считаю, это очень хороший плюс для Краснокамска, и это, наверное, самое важное. Второй момент, который тоже считаю очень важным – это расселение ветхого жилья. Сегодня мы имеем больше 100 домов, которые мы должны расселить, которые были построены еще до войны. Сами мы этого никогда не сделаем, это огромные суммы. Но поставили амбициозную задачу – постараться за 5 лет расселить все ветхое жилье. И правительство нас услышало. И мы в бюджете, то есть на каждый год, на ближайшую трехлетку, мы имеем суммы на расселение ветхого жилья. Это тоже очень важный момент. Ну, и, наверное, еще один глобальный момент – это наши дороги. Сегодня жители нашего Краснокамского городского округа увидели, как мы начали ремонтировать дороги в этом году. И хочу заверить, увеличены, по сути говоря, в два раза больше, чем предыдущие, там, 18-й год, 17-й, в два, а то и больше суммы у нас стоят на ремонт наших дорог. Вот эти, наверное, три основных момента мы можем говорить бесконечно. И о других направлениях – и физкультура, и спорт, и здравоохранение, и образование. То есть мы движемся вперед. По сути говоря, одну треть средств краевого бюджета мы тратим на бюджет развития. То есть это строительство новых объектов. И ремонт существующих, но в основном строительство новых. И Краснокам здесь тоже не исключение. Сегодня мы на 21-й год стоим в бюджете строительства, по сути говоря, ну не нового стадиона, а обновления существующего стадиона, который позволит нам. Первое – это сделать полномасштабное искусственное футбольное поле. То есть это, наверное, для Краснокамска очень важно, потому что второй по популярности спорт в Краснокамском городском округе – это футбол. Значит, поэтому мы делаем все возможно. Шесть полноценных беговых дорожек, которые позволят нам на стадионе проводить не только местные соревнования, но и район, и даже российского уровня. Соответственно, обновление стадиона мы видим, то есть это порядка 50 миллионов рублей, которые проектирование вот-вот уже заканчивается, мы отдаем в экспертизу. То есть в этом направлении идем. По отрасли спорта масса направлений. Все, конечно, не могу не вспомнить, но первое – это строительство площадок, которые, вот, допустим, сегодня мы заканчиваем строительство площадки около фока Олимпийской нашей. То есть это многофункциональная площадка, которая позволит нам играть и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол в любое время года. Такая же стоит на следующий год. Мы сегодня достраиваем мини-площадку для футбола тоже с искусственным полем, но это не полномасштабно, а для мини-футбола. То есть это тоже расширяется процесс. Хотим, чтобы у нас в этом году появились и зимние виды спорта. Сегодня с Министерством спорта мы договорились, что будем развивать и лыжную базу у нас в Краснокамске тоже для развития лыжного спорта. Это тоже мы в этом направлении движемся и так далее. Практически в каждом виде спорта мы движемся вперед. Что касается отрасли завоохранения. Здесь и строительство новой поликлиники в поселке Авериата. Это тоже важный момент. Потому что ремонт старый невозможен. И правительство тоже пошли навстречу к нам. Сказали, да действительно, вы нас убедили. Ремонтировать мы не будем. Мы будем строить новую поликлинику. И по планам в следующем году она должна появиться. И так практически в каждой отрасли, в каждой, что бы мы ни взяли, везде строительство новых объектов. То есть Краснокамску обижаться нет причин никаких. Ну а как вам кажется в целом, если речь вести о муниципалитетах, распределение средств сейчас меняет свой формат? Вот посмотреть с разных ракурсов. Если мы помним у предыдущих губернаторов, да, была всегда, ну допустим, вспомним Олега Анатольевича. Когда из собственных доходов мы выделяли 2,5% и делили по подушевому принципу на все территории. И по сути говоря, каждая территория сама решала, как ей развиваться. Вроде бы денег кажется хватало, но на глобальные проекты все равно этих денег не хватит. Сегодня ситуация изменилась. Да, сегодня не 2,5% уходит на софинансирование расходов, то есть на единую субсидию. Но правительство на каждую территорию смотрит по-своему. То есть и каждой территории свой определенный подход. Кому школу, кому детский сад, кому стадион, кому поликлинику и так далее. То есть мне кажется, вот судя по бюджету Пермского края, большинство территорий сегодня включены в бюджет развития и получают серьезные деньги на развитие своих каких-то социальных объектов. Игорь Юрьевич, ну у нас получается такой разговор об успехах исключительно. Складывается ощущение, что с таким бюджетом-то в ближайшие 3 года вот мы заживем. Ну может быть, все ли так идеально? Вот так вот сформулирую вопрос. Ну, наверное, все идеальным невозможно назвать. Потому что, хотя в принципе, я считаю, говорю откровенно, то есть такого бюджета, который сейчас давно не было, и можно сказать, и никогда, наверное, не было. Потому что я уже депутат 19-й год, мы будем говорить местного уровня, то есть в Краснокамске с 2000 года депутат. Конечно, такого развития Краснокамск еще не видел. Такого движения вперед. Но хотел бы все равно отметить один момент, который, наверное, нас расстраивает, наверное, не только меня, но и многих жителей нашего, не только Краснокамска, а всего Пермского края. Это мы всегда говорим о категории наших жителей, это дети войны. То есть это те граждане, не те, которые получили статус труженики тыла, которые работали во время войны, им исполнилось 12 лет. Но все мы знаем, что дети во время войны работали не только в 12 лет, а с 7 лет практически, и не каждому исполнилось 12. Мало того, даже те, кто и не работал во время войны, но все мы знаем, что у них не было детства. Поэтому вот мы говорим об этом каждый год. И, к сожалению, мы не увидели строки в бюджете на 20-й год именно о детях войны. Это, ну, наверное, может быть неправильно. Все-таки 75 лет победы. Сегодня жителей таких становится все меньше и меньше. И каждый из них хотел бы, чтобы государство как-то, ну, что ли, отметило, хотя бы сказал, что да, есть такой статус дети войны. Никто ведь не говорит, что какие-то космические льготы. Пусть хотя бы к празднику, к Дню Победы, как-то вспомнить, отметить, там какой-то, ну, я не знаю, что-то бы, то есть подойти душой к этим людям. Поэтому хотелось бы, хотелось бы, еще у нас время есть до праздника, может быть, все-таки правительство Пермского края все-таки подумает, и все-таки мы примем закон о детях войны, и отметим каждого, кто родился до 3 сентября 1945 года. Игорь Юрьевич, когда вы отвечали на один из моих вопросов, вы упомянули объединительный процесс, ну, формулировка Краснокамский городской округ, она уже, в общем-то, мне кажется, и среди коллег так вошла в обиход, все-таки год прошел уже, когда мы говорим о изменении формата взаимодействия краевого центра и муниципалитетов. Вот как, по-вашему, объединительный процесс, они ему поспособствовали? Конечно, поспособствовали. Я всегда говорил, и, ну, практически еще с тех времен, когда появился 131 закон, мы единственный в Пермском крае, тогда я возглавлял думу Краснокамского муниципального образования, мы сказали, ну, это неправильно, нельзя такие территории, как Краснокамск, разъединять, потому что львиная доля, то есть практически 80% населения живет в центре, и мы разделяем ее на 4 муниципальных образования, то есть 3 небольших и 1 крупный. И, по сути говоря, в одном месте появилось 2 администрации. Мы наплодили чиновников. Откровенно говоря, появились и конфликты. Соответственно, краевая власть всегда на нас смотрела с этой точки зрения. У нас постоянно были конфликты. С этого года у нас конфликтов нет. Они исчезли как класс, что ли, да, то есть появилась одна администрация, один представительный орган, и нет конфликтов. Все. То есть, соответственно, и администрация, и представительный орган начали работать только на созидание. Соответственно, правительство Пермского края, губернатор, увидели в этом тоже смысл вот этого объединительного процесса. Ну и второй главный момент. Мы же сэкономили денежные средства, которые куда? Они же тоже пошли все на развитие наших населенных пунктов. В первую очередь это на водоснабжение, на канализование и так далее. Те процессы, которые годами не вкладывались в деньги. То есть мы всю экономию направили на те процессы, которые нужны. Соответственно, и увидели в нас других партнеров, что ли, будем говорить, соответственно, и во многих вопросах нас стали слышать. Я вот до этого говорил многие вопросы и здравоохранения, и образования, и спорт, и так далее. Мы видим, что движется все вперед. И это, наверное, один из факторов, который позволил нам развиваться. А как, по-вашему, жители территории, они вот эти процессы между собой каким-то образом связывают? Потому что на этапе объединения в ряде территорий были в том числе и как раз конфликты уже по этому поводу. Стоит, не стоит, не лишают ли нас самостоятельности? Вот сейчас, спустя год, что скажете? Ну, я думаю, что жители увидели. То есть, могу сказать откровенно, жители нашего Краснокамского округа, особенно города Краснокамска, они все были удивлены тем масштабом работ, которые проходили в этом году. Это и по асфальтированию, и устройки, и скверы, и так далее, и так далее. То есть, увидели, что процесс сдвинулся. Таких объемов работ не было ни разу в жизни. Поэтому сегодня жители увидели, что объединение было жизненно необходимым. Мало того, мы несколько лет назад, не скажу, что публичные слушания проводили, но встречались в каждом микрорайоне нашего Краснокамского муниципального образования. Ну, 96% жителей голосовали за то, что надо объединиться. Потому что все понимали, такое огромное количество чиновников, ну, надо с этим что-то делать. Соответственно, вот это произошло. Я думаю, что сегодня не зря большинство муниципалитетов Пермского края пошли в этом направлении, и объединительные процессы идут до сих пор. Мы это видим, и идут в положительном русле. Потому что, ну, это, наверное, важно. Потому что, ну, жили мы без 131-го закона, да, до 2006-го года. Были у нас отдельные муниципальные образования, которых никак мы не разделялись на какие-то мелкие. И жили прекрасно, и развивались. Я думаю, что мы движемся в верном направлении в целом весь Пермский край. Игорь Юрьевич, ну, до Нового года, пускай не так много времени осталось, но, тем не менее, с наступающим, наверное, поздравлять еще рано. А вот поговорить о промежуточных итогах уже можно. Вот обычно незадолго до праздников люди как-то все стараются подбить, что еще не успели сделать до Нового года, ну, и что планируют в самом начале. Давайте в контексте Краснокамовска поговорим, какие планы есть еще до конца года, что нужно реализовать, что нужно успеть в этом году, и с чем территория начнет 2020-й. Естественно, у нас еще не все проекты реализованы. Сегодня мы достраиваем эспланаду, которая находится в центре города у дворца имени Ленина, около администрации, и работы продолжаются. Сегодня мы заканчиваем работы и на спортивных площадках, сегодня заканчиваем работы на других объектах. То есть почва для работы еще огромна. То есть мы работаем, работаем, не останавливаемся. Ведем переговоры с министерствами. Сегодня мы не успокаиваемся на том, чего достигли. В каких-то направлениях мы пытаемся договориться и дальше, общаемся. Хотим, чтобы Краснокамск был. Конечно, Перм обогнать нам очень сложно, но я считаю, что Краснокамск должен быть не хуже Перми, однозначно. Игорь Юрьевич, прекрасно, мне кажется, слышать, видеть, наблюдать, что территории у нас в Пермском крае, может быть, не все, но хотя бы некоторые с оптимизмом смотрят в будущее, причем не только знают, чего хотят, но и, в принципе, представляют себе, какими средствами они этих целей будут достигать. Мы об успехах, ну и возможных сложностях, дабы, так скажем, обменяться опытом, будем рады узнать лично здесь, в этой студии. И вам спасибо за то, что сегодня вы были у нас в гостях. Спасибо за приглашение. Обязательно еще раз приду, поделюсь тем, что у нас происходит. Спасибо. Вы смотрели «Лобби-холл на Ветте». Сегодня у нас в гостях был депутат законодательного собрания Пермского края Игорь Малых. Меня зовут Станислав Уланов. До встречи на Ветте. Субтитры подогнал «Симон»